Ну что ж, мы уже в Сочи. У нас как-то всё вокруг, да около Нижнекамск, Казань, где-то может быть Москва, и вот мы с тобой наконец встречаемся с Сочи. Уже лично знакомимся, и как мне подсказали, спросить твои впечатления обо мне. Ты можешь в ответ спросить мои? У меня ощущение, что я всегда тебя знала. То есть удивительно, когда ты первый раз встречаешь человека, и он абсолютно точно совпадает со всеми внутренними ощущениями. И вот я, когда вчера тебя увидела, я думаю, да ладно, серьезно? Ты такая ещё маленькая, хрупкая. А на Инстаграме, я не знаю, когда ты снимаешь такое, в камере, такая прям... Слушай, я больше кажусь? Слушай, ну камера, она в любом случае делает... Так, все, чтобы знали, я намного меньше. Я тоже! Я тоже меньше! Это открытие! Я... О, боже, ладно, я перешиву. Нет, во-первых, камера говорит, что плюс 7 килограмм, и делает выше, сколько... А, ну это ничего, я как раз... Нет, не в плане того, что ты... Не сильно росла. Короче, мой образ, мой внутренний образ Оли абсолютно совпал с физическим образом... Так, спокойно, выдыхаем. Короче, мне всё нравится. Пошли уже говорить что-нибудь хорошее. Вот, ты знаешь, помнишь, до того, как мы сейчас всё начали снимать, я тебя спросила, слушай, как ты будешь с этим волнением, вот у меня вот этот нерв... Вот так вот, я пытаюсь руки унять вот так. Я тоже в порядке. Я о том, что перед каждым выступлением, перед тем, как каждый раз записать, начало для меня самое вот что... Слушай, это как выход на сцену, абсолютно, то же самое, меня колбасит жутко, у меня потеют руки, у меня колотится сердце, но в тот момент, когда я выхожу на сцену, у меня ощущение, что вот этот адреналин страха, он каким-то образом переворачивается, и я прямо вот с этой энергией думаю, всё, я дома, всё. Надо, то есть, даже это волнение, как вот в кино говорят, что если ты сейчас нервничаешь, нужно использовать это в кадре, ну максимально... Как? Ну вот как мне вот сейчас это всё унять и это? Так ты уже с этим справляешься, и я справляюсь, то есть я понимаю, что я не одна, ты не одна такая, которая волнуется. Мы не одни здесь. Всё, всё в порядке. Да, всё в порядке, я просто для себя лайфхаки набираю, потому что для меня это действительно волнение, просто не унять, но кажется, что я совершенно об этом забудусь. Мне кажется, это такой момент оценочный, да, что вот у нас сейчас... Я сама себя, да. Да, а я помню, что я первый раз вышла на сцену, мне было 6 лет, это была музыкальная школа, моя тётя выучила со мной песню «Ва кузница», я об этом уже очень много говорила, но по поводу ощущений сцены... У меня вообще не было страшно, там был весь актовый зал полон детей, у них был выпускной в музыкальной школе, и я такая в красном платьишке. Это первое выступление? Это первое моё выступление, я пела песню «Ва кузница», и мне вообще не было страшно. Мне подарили огромное количество тюльпанов, я думаю, оу! Это массиво. Да, то есть всё, меня благословили, я дома, то есть я на своём месте. А потом... Вот когда она началась? Наверное, когда начался первый конкурс, как раз вот то, что меня начали оценивать. А возраст? Это было 9 лет. То есть когда девочка начинает самой себе нравиться, да, и получить комплимент? Я вообще себе не нравилась, я выглядела как библиотекарша бабуля. Извиняюсь себе, библиотекарша! То есть это как? У меня был астигматизм, то есть у меня было плохое зрение, и у нас не было денег, чтобы купить нормальную оправу очков, и у меня были круглые очки, вот с такой вот лупой, я такая... У меня ещё были вот эти вот кудри, которые никак не могли уместиться в бантик. А, да, раньше было с ними сложнее справиться. Вязаный голубой костюм, и я помню эту фотографию, где я сижу такая, то есть в школе мы фотографируемся, и я такая с этими очками, кому я могла понравиться, если я сама себе не нравилась? А мне ещё знаешь, что говорили? У меня бабушка, Деоника моя, она тоже носила очки, и для меня же это бабушка, и все родственники говорили, ой, белякей ля-ляпа, белякей ля-ляпа, типа маленькая тётя Ляля. И я думаю, какая красивая, думаю, нет, ну я люблю бабушку, но моя бабушка в платке, в круглых очках, такая маленькая, такая пухленькая, думаю, ну вообще такая же. Ну как бы и всё. Хотя дома мне говорили, ты наша принцесса, но я же внешне видела, что я не принцесса, я не совпадаю со своим образом принцессой, и что я вижу в зеркале. Поэтому я себе не нравилась вообще. Не в 9 лет и не попозже. Мы с тобой эту тему поднимем более глубоко попозже уже, в интервью в самом. И история началась с Нижнекамска. Да, мой родной город Нижнекамск, где всё и началось. И взлёты, и падения, и переезд. И первое взросление, первое этап взросления. Да, всё началось, да. Может, расскажем? Давай, давай пойдём и поговорим уже об этом. Поехали. Давай. Я в третий раз тебе говорю, какая ты красивая. Умная, талантливая, любящая, любимая, уверенная и смелая Эльмира Калимолина, ты решила принять участие в моем проекте «Права выбора». Я благодарю тебя за этот выбор. Мне очень почетно поговорить сегодня с тобой о самом глубоком, важном, о том, как ты формировалась, о том, как все произошло в твоей жизни, с чего началось и вот куда пришла. Начнем с тобой. Начнем. Я тоже очень рада, что сегодня мы вместе, что сегодня начинается и для меня тоже необычное интервью. Я волнуюсь, но сейчас все будет нормально, сейчас все будет нормально. Слушай, это тоже особенное начало, потом-то мы с тобой расстретимся. Начнем с самого начала. Да, я родилась в семье строителей, у меня и папа, и мама строители. Мама сменщик, папа инженер. И для меня Нижнекамск является местом, где я стала себя чувствовать комфортно в музыке. То есть я поняла точнее, что музыка – это вся моя жизнь. Это были конкурсы, это была музыкальная школа, это было училище, в которое я не поступила, но об этом я уже много раз говорила. Но, безусловно, именно Нижнекамск – это то место, которое помогло мне стать той, которой я являюсь сейчас. Ты сказала, что твои родители строители, то есть ты родилась достаточно простой семье, как я понимаю? Очень, очень простая семья. У меня к музыке имела отношение только профессиональная тетя, но вся наша семья любила музыку и любит по сей день. Я знаю, что у меня Деоника, она хорошо танцевала и пела, а Деотейка у меня – это дедушка, он хорошо танцевал. То есть все любили музыку, прабабушку у меня даже, по-моему, в каком-то театре в деревне, там, самодеятельности. Дом культуры. Ну, тогда даже не было этого дома культуры, там какой-то был у них сарайчик, ну да, то есть такая… Импровизация дома культуры. Да, то есть они там каким-то образом могли воплощать свои творческие, так скажем, способности, идеи. И моя бабушка, Деоника, кстати говоря, она очень хотела поступить, по-моему, в театральный. Она уже приехала в Казань, и она даже не пошла на вступительные экзамены, потому что она постеснялась, так как у нее не было чулок. Представляешь? Это твоя бабушка приедет в Казань. Это моя Деоника. То есть это вот кулек в простонародье, говорят. Тогда он уже был или нет еще? Я, честно говоря, не помню, точнее, я не знаю. Но то, что она хотела поступать в театральный и связать свою жизнь с творчеством, да. Она писала стихи, и вот это вот ощущение стыда ее охватило, и она развернулась и уехала. И потом музыкальную и творческую часть начала воплощать моя тетя, она пианистка. Через нее я как раз таки пришла в музыку, в музыкальную школу, и вообще я думала, что я буду пианисткой. Я решила, что да, я… Подожди, это все происходит в Нижнекамске, твои родители никакого отношения к этому не имеют, есть только проводник тетя, которая занимается творчеством, и она пианист. Она пианистка, в музыкальной школе преподает общее фортепиано. Коротенько, мы жили в Нижнекамске на улице Ленина, сейчас это улица Шинников. Да, кстати. И тетя предложила маме, давай, говорит, детей отдадим в музыкальную школу. Она говорит, ну сейчас я, говорит, еще с одного конца города на другой конец города не буду детей возить. И в этот год мы переезжаем в другой район. Запланировано? Нет, это было стихийно. Каким-то образом бабушка со стороны папы поменяли квартиру, там какая-то рокировка была, и мы оказываемся в районе, где моя музыкальная школа в пяти минутах ходьбы. Все складывается удачно в твою пользу. Да, и я начинаю как бы обучение в музыкальной школе. Это детская музыкальная хоровая школа, но моя специальность это фортепиано. То есть я и не думала, что я буду вокалисткой. Первые свои шаги я сделала на сцене, будучи в шестилетнем возрасте, и спела песню. Но дальше свое обучение я продолжала как пианистка. И в училище меня прослушали и сказали, ну, наверное, не стоит. Я пришла, ааа, мама! Ну, мне сделали больно. Я представляю. Как это я в течение восьми лет жила с ощущением того, что вот моя цель, я сейчас поступлю в училище, и все начнется с новой силой. А тут мне компетентный человек сказал, не надо вам. Ты бы хотел, чтобы он увидел это интервью. Ой, извините. Был один момент, что этот человек, который поставил мне, так скажем, клеймо того, что, наверное, не стоит, сидел в оперном театре в Казани. Когда ты выступала? Нет, когда у меня брали интервью. И я думаю, вот уровень судьбы. И этот человек наблюдал за этим со стороны. Возможно, этот человек даже и не помнит, что он мне это сказал. Но я это помнила. Скажи, пожалуйста, а вот такие вещи как-то на тебя влияют? Вот, то есть, тебе говорят, ну, ты знаешь, не получается. Тебе бьет это по рукам? Конечно. Во-первых, это музыкальное училище была моей целью. Я стремилась, я занималась, и я этого очень сильно хотела. И мне и конкурсы давали какое-то подтверждение, что я нахожусь на верном пути. И благодаря моим родителям я только все это не запустила. То есть, я могла очень сильно обидеться. То есть, меня ранили, мне сделали больно. И, ну что, мне там 13-14 лет, ну я ребенок. И я пришла домой, да, я очень сильно плакала. И мама сказала, так, не торопись. Не торопись, доченька. Давай ты будешь для себя заниматься, а потом жизнь сама уже расставится на свои места. Музыку ты все равно не бросишь. Ты же, говорит, петь не перестанешь? Я говорю, нет. Он говорит, вот как ты сидела на горшке, пела, так ты и поешь? Я говорю, ну да. Ну, то есть, это меня, наоборот, закаляло. Помимо конкурсов, где очень много детей, где есть, там, говорят, третья степень, там, второй, первый. Есть же и другая матрица музыкального мира, там, где образовывают человека. Соответственно, в этой матрице мне как будто бы не нашлось места. И вот после того, как все мои мечты рухнули, мама меня поддержала. Я ей безмерно благодарна. Я ей очень благодарна, что, несмотря на общественное мнение, особенно наших родственников, которые говорили, ну, куда ты ребенка вообще везешь? Какое Иваново? Какие там двое суток на поезде? Лучше купи стиральную машину. Не надо покупать этот костюм. Нет, мама пошла и купила мне концертное платье. Я помню, тогда особо-то и денег не было. Это же 90-е. О, это еще и Нижнекамск 90-е. Да, да. Это один, мне кажется, из самых криминальных городов. Ну, я тоже так считаю, на самом деле. А, потому что... Беспредельно. Шапки воровали. Я помню, что... А, что там не воровали? Не знаю. Все. Я могу сказать вот что. Несмотря на то, что криминальный город, несмотря на то, что были опасные 90-е годы, то, что я училась в музыкальной школе и то, что я получала хорошее образование, меня сформировало как личность. То есть у меня есть фильтр и качество жизни. Мне кажется, это очень важно. Поэтому я очень благодарна своей музыкальной школе. Я очень благодарна тому, что мама в какой-то момент поняла, что да, нужно ребенка поддерживать и нужно возить по конкурсам. Это дисциплина, это соревновательный момент, который вырабатывается, мне кажется, для того, чтобы, ну, твои цели, которые ты поставил, они достигались. Я помню, что в городе Иваново я вышла на сцену, мне было сколько, 10 лет, по-моему. Я отлично работала в музыкальной школе над материалом для того, чтобы приехать на конкурс. Я была, мне казалось, на 100% готовой. И меня в школе хвалили, типа, такая молодец, такая молодец. Выхожу я на сцену, и я зеленая просто, как огурец. Меня мутит по-страшному, меня трясет. И мама, помню, сказала, что эта фраза ей врезалась в голову. Когда я вышла со сцены, я проанализировала, я поняла, что я спела плохо. Я сказала, мама, я знаю теперь, над чем нужно работать. Мне 10 лет. Откуда я вообще это знала? Непонятно. А над чем? Мне кажется, что 100% готовности в домашней обстановке, это значит то, что ты выходишь на сцену, и ты отдаешь 50. Соответственно, больше требовательности к себе. Не лениться. Постоянно развиваться. Постоянно учиться. Это сейчас, знаешь, меня очень сильно бесит, когда мне пишут в директ. А скиньте, пожалуйста, слова песни. Взяла, открыла YouTube, не знаю, там любой канал, любой музыкальный, музыкальную площадку и записала рученькой своей слова, как раньше делали мы. Нужно всегда приучать себя к труду. То есть для меня конкурс это был труд. И я рада, что помимо того, что я жила в Нижнекамске и училась там, у нас была деревня. 16 соток в одном месте, 9 соток в другом месте и в 9 лет, знаешь, что мне подарили? Что? Моя первая тяпка. Серьезно? Да, у меня была моя личная тяпка в 9 лет. Потому что мы это поле... Мотыжили. Мотыжили. А что там росло? Картофель, стекла? Картофан. Картофан. Мы собирали колорадского жука. Я очень хорошо этого помню. Я никогда это не забуду. Я помню, знаешь что? Я делала для них гробики. Я их хоронила. Кошмар. И я помню, что я делала... Я специально... То есть я их хоронила, потом я делала крест. И меня... Почему крест? У меня спросил дедушка или бабушка. Я не помню. Я говорю, потому что он из Колорадо. Он крещен, а правда? Он католик. Почему? Откуда? То есть... Нет, я знаю, откуда я это знала. У меня очень образованный и эрудированный брат. Он мой друг, и мы всегда с ним болтали. То есть это не тот брат, с которым мы дрались. Это... Ну, как бы... Мы, естественно, там хулиганили вместе. Мы все это делали. Вы дружили. Мы дружили и дружим по сей день. Мы рассказываем друг другу секретики. И вот мне казалось, что Колорад, значит, он из Колорадо. Он привезен из Колорадо. Значит, он католик. Значит, ему нужно поставить крест. Я тебя убила, и вот на тебе крест. Да. Я помню, что я не любила вставать утром и ехать, естественно, в деревню. Я всегда ждала, что сейчас будет обед. Вот мы сейчас побатрачим часов пять, и у нас будет обед. И мы сядем спокойно. Знаешь, вот эти вот яички вареные. А где вы сядете? Это же все под открытым небом? Конечно. Конечно. Или бытовка была какая-то? Какая бытовка? О чем ты говоришь? Все с собой везли. Правильно? Поле. Татарское поле. Мы разложили, там поставили кастрюлечку, вот эти вот вареные яйца, курочка, огурчики, помидорчики. У нас такой же набор был. Ну, стандартный набор. Лухари. Татарский виллэдж. Термос? Да, термос обязательно. Сладкий чей. Который почему-то не работал. Нет, это не обязательно. Он просто должен был быть. Он просто должен был быть. Да. Это Запорожец. Да вы мажоры были. Это уже на марте вообще-то. Где-то в чем-то. Мы на мотоцикле делали. Слушай, нет, ну у тебя вообще-то был транспорт-трактор, так что не надо. Трактор стоит дороже, чем Запорожец. Ну, мы всю жизнь ездили на Запорожец. Как бы, знаешь, с 90-х по 2015. Ну, ладно, Врония, по 2015-е уж. Ну, так. Ну, ладно, вы приезжаете. То есть, ты обожала… Да. То есть, период… Я так обожала. Господи, это любимое мое слово. Период, когда вы могли порелаксировать, торописничать. Да. Я ждала, что мы сейчас пообедаем, потому что я просто тупо уставала. Мне тяжело. Я всегда с детства была приучена к труду и то, что, ну, правда, ничего легко не доставалось. Это сейчас говорят, что нужно быть на релаксе и так далее. Я не люблю перегибы. И, возможно, меня вот это во многих отношениях и спасло, и зажало одновременно. Зажало в каком плане? Что мне все должно доставаться с трудом. То есть, чтобы что-то добиться, тебе нужно максимально потрудиться, вложиться, а иногда даже себя где-то, может быть, в минус идти. Как это? Я должна пострадать. Для того, чтобы добиться результата, я должна страдать. Потому что Дуэтика с Дуэтикой страдали, потому что были голодные годы. В те же самые 90-е мама с папой нас отправляли к Дуэтике с Дуэтикой. К бабушке с дедушкой. Да, к бабушке с дедушкой, чтобы поесть яблоки, потому что по Дуэтике моему деду, как экскаваторщику, давали талоны. На эти талоны он брал ящик апельсинов и ящик яблок. И вот мы приходили на выходные, кушали зимой фрукты. Потому что дома жрать нечего было. Это правда у нас тоже. То есть ты сейчас рассказываешь про время, когда талонная система, когда зарплаты не давали годами. Да. Я помню, что на папу повесили по тем временам деньги считались миллиардами. Помнишь, раньше было типа 5 миллионов? Да. То есть по тем временам на папу повесили долг 5 миллиардов в строительстве. Это… О, Боже. То есть это то время, когда мама работала на трех работах. Она нас кормила и пыталась помочь папе. На папу повесили этот долг намеренно. То есть его просто подставили. А так как папа у меня очень добрый, но очень слабовольный человек и к тому же он… То есть его пагубная привычка алкоголя, она сыграла роль. В той ситуации? Ну вообще в целом, что мы не были в такой безопасности, как бы это, наверное, хотелось чувствовать. И я очень хорошо помню, как у нас за долги выносили мебель. После той ситуации? То есть… Да, это было как-то параллельно. Я вот точно не помню, видимо, мой мозг как-то закрыл эту информацию. И я очень хорошо это помню, как просто выносят кресло, уносят диван, потом и компьютер унесли. То есть это… Сколько тебе лет было? Мне было уже… Я в десятом классе училась. Достаточно взрослый, подростковый возраст. Слушай, а вот эта его пагубная слабость, привычка, она была до этой ситуации или это поспособствовало? Вот когда на него повесили или подставили? Я думаю, что это его еще больше сломило, сто процентов. Но я знаю так, что мама скрывала от нас с братом, что он пьет. Раз это возможно? Да, конечно. Ну, во-первых, слушай, я до восьмого класса не знала, что мой папа курит. Он это тщательно скрывал. То есть это было его моментом заботы, чтобы меня не расстроить. Капец, мне кажется, я буду плакать. Ну ладно. Угу. То есть мама скрывала, что он пьет, потому что он приходил с работы. Ну что, мы там делаем уроки. Тем более мы там музыкалку я ходила. Брат тоже ходил в музыкальную школу. На карате. Он приходил, и он типа там покушает и пошел спать. Ну и мы толком и не общались, ну как бы откуда мы знаем. То есть это было непонятно, да? Это было непонятно, а потом это все начало выясняться, потому что ну просто начались скандалы. Ну то есть разговоры на повышенных тонах, что мама просила, я помню, три года она просила, чтобы он установил батарею, потому что было очень холодно дома. То есть толком не топили. И чтобы увеличить батареи в зале, вот. Ну вот он как-то не фиксировал. И поэтому вот как-то, ну, я… Я очень люблю папу, но понятно, что через какое-то время только я поняла, что какие-то моменты он проявлял, потому что он не умел. Он не умел сказать, что он любит меня. Поэтому возможно, что это такая компенсация, что я выходила на сцену, чтобы дополучить любовь. Нужно было взять паузу, чтобы чуть-чуть все эмоции привести в порядок. И это, наверное, самая сложная тема, если говорить о в целом интервью. Одна из сложных тем. Для меня бы тоже она была очень сложной. Если бы я копнула эту историю в своей личной жизни. Детство и таких же проблем, на самом деле. И я тебя здесь поддерживаю, как девочка, которая тоже в этом росла. Это не самое приятное. Я благодарю, что ты делишься этим. Впервые. Ну да, я об этом никогда не говорила. Так. Вообще никогда об этом не говорила. Об этом знают мои близкие, друзья. Ну, естественно, семья. Хотя, ты знаешь, для многих родственников мы были образцовой семьей. Всегда говорили, вот, там ставили нас в пример. А то, какие были моменты внутри семьи, никто не знает. Слушай, даже мой брат, я помню, что он первый раз в жизни поехал со школы, с гимназией. Он учился в татарской гимназии, он поехал в Казань. Мама дала ему денежку. И представляешь, он привез ее обратно. Он себе ничего не купил. Потому что он чувства увидел и знал, что происходит. Он понимал, что, мне кажется, он неосознанно взял на себя роль хозяина. Потому что... То есть, как главный мужчина в семье? Да. И поэтому я к нему, наверное, так и тянусь, и прислушиваюсь. Я очень рада, что он рядом. Я очень рада, что он помогал мне и с уроками. То есть, моя речь, то, как я разговариваю с детства, она сформировалась благодаря моему брату. То есть? Потому что я слышала, как он разговаривает, какие фразы он употребляет. Моя тетя, помню, зашла в комнату, когда он читал Амар Хаяма. Ему было лет десять, наверное, одиннадцать. И она ему сказала, будешь как я, дурой, книжный. А он говорит, ну не всем же быть одноклеточным. Представляешь? И вот это общение с ним... Я не любила на тот момент читать книги. Я, наоборот, любила ходить с мальчишками, гулять на улице. Вот эти всякие игры четыре угла с футбольным мячом. Потом на турниках мы лазили. То есть, у меня очень активное было детство. Я очень любила гулять, я очень любила общаться. Но подруг у меня вообще никогда не было. То есть, женский пол в твоем окружении что означало? Предательство. Ну и как-то из музыкальной школы, несмотря на то, что меня окружали мои девочки, которые тоже любили музыку и тоже со мной участвовали в конкурсах, я уже тогда почувствовала, что из меня на конкурсах высасывают энергию. Женский пол. Да. То есть, мы готовимся к выходу на сцену. Это конкурс. Мы переодеваемся. И я внутренне себе ставила защиту энергетическую. Потому что в какой-то момент я неосознанно начала чувствовать, что я готова выйти на сцену спеть хорошо. И вот перед тем, как выйти, это даже не столько волнение, сколько из меня просто высасывают энергию. То есть, вот это вот ощущение и чувство зависти со стороны, я его придумать не могла. Я не такая фантазерка. И я поэтому научилась закрываться, как могла. И поэтому в моем окружении практически нет женщин. И по сей день мне очень сложно доверить свои мысли кому-то из женского пола. Я нахожу большую поддержку у мужчин. То есть, если ты меня спросишь, кто мои друзья, я тебе назову целый список мужчин. Мне очень важно было ощущение доверия в семье. Потому что моя Деоника, бабушка, она не рассказывала мне сказки. Она мне рассказывала свои истории с молодости. Что с ней происходило, как за ней ухаживали. Я очень помню этот момент, он такой странный. Я помню, что я лежу в кровати, она рядышком со мной. И она мне такая говорит, «Казам, вот когда мужчина касается груди женщины, она теряет голову». Я думаю, как можно потерять голову, когда рука на груди. Думаю, как это может быть. Она же мне не могла сказать, «Казам, это у женщины эрогенная зона». Она таких слов, может быть, я не знала. Но что она мне потихонечку рассказывала о том, как нужно себя уберечь. Она меня там сам оберегала и образовывала. Потому что я была очень любознательна. Знакомилась с собой, получается. Да. Сколько лет было тебе? Ну, когда вот такие разговоры происходили, для меня достаточно откровенные. Мне кажется, я уже начала в школу ходить. А, то есть это еще только начало подросткового. Даже, подожди, из школьного возраста. Да. Слушай, мне мама в шесть лет уже, видя, какая я любознательная, купила книжку, откуда она ее нарыла. Она показывала. Вот это вот женщина. Это вот у нее вот такой орган. Вот это вот мужчина. У нее такой. У него вот так вот. Что вот они любят друг друга, что они… То есть она занималась моим сексуальным образованием. Бабушка или мама? И бабушка, и мама, и тетя. То есть у нас очень сильный клан женщин. В семье. Поэтому я спокойно могла доверить свои секреты дома. Потому что для меня это не было типа… О, месячные пришли, что я умираю? Такого не было. То есть я конкретно знала… Тебе подготовили? Да. Я знала, что вот в этом ящике лежат прокладки. Это для этого. Они вставляются вот в трусы, а не на голову. Ну, грубо говоря, я знала, что и как применять. Меня никто не скрывал этого. Я очень благодарна. Потому что мама это интуитивно и почувствовала, и заметила, что я не просто сижу маленькая в ванночке, в бане такая… Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я уже наблюдала. Я не могу себе такого вспомнить. Я очень хорошо помню. Ну, я очень поздно созревала, на самом деле. Слушай, а ты сказала, что не было доверия в семье. Это как? Все-таки было? Не было доверия по отношению… Вот странно, да? Да, вот оно вроде бы есть, но вроде бы его нет. Ну, я понимала, что я не могу… То есть я не в безопасности. Маленький ребенок не в безопасности, потому что папа пьет, потому что мама плачет, потому что нечего кушать, и я не в безопасности. Получается, я этим людям, в частности папе, я доверять не могу. Не могу доверить свою жизнь. Потому что он же не может себя обезопасить от алкоголя. Не может нас обезопасить от боли, которую он причиняет. Он это делал неосознанно, естественно. Он никогда никому не хотел причинить боль. Это сто процентов, я это знаю. У меня в прошлом году была практика гвозди стояния. Я на нее пошла… Ну, так меня там пригласили девочки, я пошла. Я перед тем, как встать на гвозди, девочки нас попросили, наставницы, написать желание. Ну, понятно, я понимала, чисто психологически это момент, чтобы больше выстоять, потому что терапевтическое действие от гвозди идет от 15 минут. Я написала, значит, свое желание. Хорошая, амбициозная цель. Не только для меня, но и для мира, бла-бла-бла. Думаю, но мое это желание хорошее. Как сейчас я встану на гвозди? И что ты думаешь? Вот на гвоздях вышла истинная моя потребность. Я 35 минут стояла на гвоздях. 30 из которых я просила прощения у папы. За то, что я была обижена на него, что он обижает маму, за то, что он недообнимал меня, за то, что он недолюбил меня, за то, что я даже толком не знаю, кто этот человек. За то, что у нас толком и разговоров не было по душам. Я пыталась с ним поговорить, ну, там, какими-то своими, знаешь, восточными штучками, но он никогда не шел на контакт. То есть даже при состоянии, там, расслабленном, с алкоголем, он, наоборот, уходил в себя, и он всегда был очень тихий. Он был, такая вот, широкая душа, он всегда был очень тихий. Хотя, на самом деле, он, оказывается, я это уже узнала, знаешь, когда мне было, это было после проекта, я узнала, что он умеет петь. Мне было 24 года, Оля. То есть он умеет петь, то есть в нем есть этот талант. Он ходил в хореографическую школу, то есть его выбрали в ансамбль танцевать. У него есть эта творческая жилка, соответственно, это есть и во мне. Благодаря ему я прочитала одну книгу, и мне она очень сильно тоже помогла. Видимо, я шла к этому моменту прощения долго. Простите. Спасибо. Я шла к этому моменту прощения не быстро, то есть этот процесс был длительный. И я помню, что как-то взяла книгу и прочла одну фразу, которая щелкнула во мне, что изначально вы появились у отца. То есть у нас же люди все понимают, что ребенок появляется не из капусты, что изначально семя, в нем есть мой кот. То есть то, что я есть, это кот моего папы. Я не могу быть обижена на своего создателя. Он меня создал тоже, естественно. И первое, откуда я появилась, это я появилась в нем. И как бы с матрицей мамы, я как бы через проводника мамы и папы, вот это я. И мне показалось это очень необходимым на тот момент услышать. И я очень рада, что я избавляюсь от этой жуткой обиды, детской обиды. И мне становится легче. И моя жизнь становится… Я начинаю дышать полной грудью. И понятно, что мне тоже сейчас нелегко. Это не означает, что щелкнула, я там 30 минут стояла на гвоздях, попросила прощения у папы осознанно, и мне стало хорошо. Нет, конечно. И сейчас папа находится в том состоянии, когда он уже не может жить полноценной жизнью. Он находится в реабилитационном центре. И я знаю, что папа не будет на меня обижен за то, что я это говорю. Вот. И это моя история, это часть меня, это та боль, которая сформировала меня и дала мне определенную свободу тоже. Я по-другому чувствую этот мир. Я по-другому чувствую эту музыку. Я просто чувствую. Я… Вот я такая. Людям со мной хорошо. Это я вижу, чувствую. И я очень благодарна. И я тому подтверждение. Спасибо. Вот я папе очень благодарна за это. За его вот эту легкость. А еще знаешь за что? За то, что я во многих моментах не заморачиваюсь. То есть… Ну, грубо говоря, потекла у меня тушь. Да, я вообще пофиг. Пусть у меня течет. То есть я не такая, что… А, дайте мне зеркало, быстрее посмотреть, я переоденусь. У меня такого нету. То есть спокойно. Я даже помню, что я собираюсь на концерт. Я понимаю, что я забыла пояс. А у меня платье такое, что кажется, что я беременная. Я думаю, что делать. То есть кто-то в истерике… Это сложные слухи. Кстати, да. Короче говоря, кто-то бьется в истерике, в гримерной от того, что моя помощница мне принесла тушь не темно-коричневую, а коричневую, темную, а у меня нету пояса. Понимаешь? Я такая думаю, ну, ладно. Может быть, мне вот так вот выйти еще на сцену. Типа… Подтвердить, подогреться. Да. Ну, то есть я с легкостью отношусь. Не пришел гример. Ну, ладно, господи, сама накрашусь, все нормально. У папы тоже это легкость. Не то, что это наша русская и так зажарится. Нет. Ну, просто легкость восприятия данного момента. Ну, не получилось. Ну, ладно. Дальше пошли. Слушай, ты так много каких-то сравнений проводишь. Знаешь, русская, крест там к колорадскому музыку, там еще что-то. То есть такие моменты. Ты же в мусульманской семье родилась. Да. Это же полностью прям семья в исламе. Ну, моя прабабушка… А ну? А она Ольга Арсеньевна, между прочим. Да. Она чисто русская. И прадедушка ее украл. Потому что… Откуда? В деревню. Он ее очень сильно любил. И представляешь… Он просто взял и стырил ее? Ну, раньше это было нормально. Мою бабушку, ну, практически украл мой дед. Да. То есть это было как бы нормально. Ну, уже… То есть те… Невеста, которая пришла в дом к жениху, она, естественно, уже не уйдет. Ну, раньше и правила были другие. Но… Моя прабабушка Ольга Арсеньевна в татарской деревне… Понятно, что они прочитали не как, но представляешь, какая сила мужская любви была. Он защищал ее. А тогда это, мне кажется, жестче было отношение. Отношение. Сто процентов. Абсолютно. Чужак. И чужак, и… ну, вообще с другой планеты. А что принималили? Ну, вот он как-то же сделал, что приняли. И вот все равно ощущение того, что… не ощущение, а правило того, что человек должен быть твоей религией, очень сильно укоренилось в семье. Мне кажется, в любом случае, на религиозной почве были какие-то скандалы. Потому что с молоком матери впитано, да, что мама там точно знала, что она должна выйти замуж за татарина, за мусульманина, потому что так принято. Потому что это отсекает много проблем. Угу. Ну, разногласия между семьей. Ну, да. Но никто же не говорил, что помимо каких-то религиозных обрядов, да, правил и решений вопросов крестить ребенка или там в мечеть идти, есть вообще жизнь. Просто жизнь настоящая. Со всеми ее прекрасными и другими, как бы, альтернативными сторонами. Я убеждена, что эти правила, естественно, помогают человеку. Но самое главное во всех религиях и заповедях, и во всех, мне кажется, и африканских каких-то там племенах Тумба-Юмба – это любовь. Ну, разве может что-то жить полноценно без любви? И сильнее. И сильнее. Мне кажется, люди-то и страдают, потому что люди от нелюбви порождают нелюбовь. То есть от нелюбви не может родиться любовь, потому что люди не умеют и не знают, что такое любовь. Если мне причиняли боль, соответственно, и я причиню любовь. Нелюбовь, потому что это норма. Свекровь издевается над невесткой, значит, и потом невестка, становясь свекровью, будет издеваться над своей невесткой. Ну, как бы связь такая, знаешь, дедовщина получается. Почему? Ну, я наоборот, по-другому это все. Ну, и слава богу. То есть вот может быть так, а может быть так, что вот я посидела, посмотрела по сторонам, то есть вот я готов здесь поспорить, что я наоборот, для меня это было не примером, как себя нужно вести, а антипримером. То есть то, как я себя не хотела вести. То, как я не поступала и не поступает. То есть все то, что произошло в детстве, я думаю, так, я не хочу, чтобы то было в моей жизни. Уже тогда я это понимаю. Ну, конечно, мы большинство берем как за пример. Вот, по сути, это и есть программа для того, что, да, выпуски наши, эфиры. Господи, я уже все слова собрала. Но, тем не менее, для того и есть, чтобы брать ситуацию каждую как пример и антипример. У тебя ведь тоже, да, сложилось так, что межнациональные отношения отразились и на тебе. Конечно. И это, наверное, самое прекрасное. У меня. Тут сейчас улыбка. Мы тут на лице уже любые. В мое признание общественности я ни-ка-гда не встречалась с молодым человеком-татарином. Никогда. А-а-а. Да-да-да. Я не знаю, почему. Мне с детства талдычили. Должен быть татарин, должен быть мусульманин. То есть это в порядке вещей. Не обсуждается вообще-то? Нет, не обсуждается. Первый малый человек, господи, его Егор зовут. Егор! Эльмир! Егор! Егор, привет, кстати, если вдруг. Но я не могла обманывать себя, я не могла не чувствовать. Если мне понравился этот человек, почему я должна себе в этом отказывать? Ну как же, а религия, традиция, а все остальное? А семья? Вот представляешь, какой рок-н-рол во мне? Я тоже так говорю, во мне классика и рок-н-рол. Да. Мой пример того, что я выбираю какую-то другую альтернативу, точнее, я выбираю альтернативу, что я для всех являюсь неким примером. Ну то есть на мне тоже учились и мама, и папа, и брат, и тетя, и все-все-все-все-все, кто меня окружал. Я думаю, что я была, с одной стороны, и примером, может, для кого-то анти-примером. Но… Ну вот… Мы вокруг да около все так ходим. Короче говоря… Давай еще одно заявление, которое ты тоже ни разу не говорила ни в одном интервью. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я за мужем. Успокоились? Все. Официально заявила первый раз в жизни, наверное, так, на камеру. Я об этом не скрывала, но я это никогда не афишировала, потому что моя семья – моя крепость. Я ее оберегаю как могу, но я сейчас в том состоянии, когда я могу поделиться с людьми, и, возможно, кому-то это будет полезно. Возможно, кто-то скажет, что да, я все-таки на верном пути, и я не откажусь от любви. От настоящей любви нельзя отказываться. Расскажи про все это, про то, как вы это прошли, потому что я уже знаю, да, мы поговорили вчера, и это была, ну, для меня достаточно откровенная тема, и точно может быть очень, ну, открытием для многих. Непростая, непростая история. Непростая история. Мы вообще познакомились с мужем в 2014 году. У нас была общая компания в 2014 году. Я принимаю решение, что мне нужно перебираться потихонечку в Москву. И не просто жить там у знакомых на пару дней, а что мне уже пора снимать квартиру и так далее. Мой переезд в Москву был тоже волшебным, очень легким, и я благодарна, что вселенная мне помогла. То есть я была прямо в потоке. И в этом году, в 2014 году, я как сейчас помню, 1 июля я покрасила волосы. Я стала практически блондинкой. И, может быть, мы и раньше с ним встретились. Но я помню вот этот момент, что какое-то облако любви и химии одновременно вот в этот момент сработало. Слушай, а за кулисами? Вот проект «Голос» в параллели идет твоя личная жизнь, которая у тебя была. Мы уже коснулись этого момента. Ну расскажи, вот что было за кулисами? Там золотые унитазы, как все думали, красивая картинка. Давай по правде все, как было на самом деле. Все то, что окружало тебя в тот момент. И отношения, естественно, которые тоже были. Господи, прости душу мою грешную ладость. Короче, мы просто все такие просветленные. Я раньше говорила, никогда про бывших говорить плохо нельзя. Но не все бывшие этого достоинства. Господи, какой же он был козел. Ну, слушайте, есть объективные вещи. Вот на заборе тоже написано это слово, но это забор. Да, вот я тоже говорю, что он... Господи, сейчас успокоюсь. Нет, есть плюсы, мы улыбаемся. Бог, да, этому человеку. Кстати, да. 2012 год. Студентка Казанской государственной консерватории заканчивает вуз. Я еще параллельно училась на экономическом факультете, но это не важно. То есть у меня 2012 год очень знаковый. Я заканчиваю два вуза. Мой первый телевизионный проект. Вообще, мой первый кастинг в жизни. На федеральном канале. Да вообще пипец. Это же на всю страну. И на всю страну. И какой трэш был у меня в отношениях. Это было просто жесть. Это просто жесть. Мамочка, снова прошу прощения. Она мне говорила, я не понимаю, что этот человек делает рядом с тобой. А я такая, знаешь, я не знаю, видимо, я карму должна была почистить свою. Вот все говно, которое было, я испытала в этих отношениях. И мне воздалось. Но по поводу козла. Давай. Прости меня, пожалуйста. Но, да, было очень больно. Понятно, что сейчас все умные комментарии начнут говорить, что сама дура влезла туда. Да, да. Я дура. Для опыта. Определённого опыта. Да. Понятно, что это опыт. Но, боже мой, какая я была дура. Мною пользовались просто на 500 процентов. Как? Я была, знаешь, какой закомплексованна в этих отношениях. Это был ужас. Закомплексованная когда-то участвовала в проекции? Да. Меня ревновали просто жутко. Я, конечно, уже не помню точных деталей. Но у меня вечные разговоры по телефону и эсэмэски. Это был постоянный почти скандал. То есть? Типа он поддерживает меня, но с другой стороны он меня постоянно проверял. Типа правда ли, что я на репетиции? А что я там так долго делаю? А почему я не беру трубку? А почему там то? А почему там всё? То есть человек сам в жизни не реализован от слова совсем. То есть это просто тупо Альфонс. Я тебе клянусь. Это типичный образ Альфонса. Который весь такой супер умный. Весь такой супер начитанный. Ха-ха-ха. У него харизма, обаяние. Он такой веселый, свободный. Ни хрена денег не мог заработать. Вообще. Вы жили за твой счёт? Нет. Ну, получается, что он реализовывался за мой счёт. Он хвалился мною. Он пользовался всеми благами, которые были у меня. Естественно, за счёт того, что человек был нереализован, он для того, чтобы доминировать надо мной, постоянно впихивал мне то. Один комплекс, второй комплекс. Он такой, а ты не думаешь, что тебе нужно на фитнес? Вот если бы я сейчас была, я бы сказала, встал и ушёл отсюда. То есть я позволяла по отношению к себе такую… Извини, конечно, но это была такая хрень. Это был ужас. То есть, может быть, ты пойдёшь там в фитнес… Подожди, а что ты отвечала ему? Вот он тебе говорит, пойдёте на фитнес, а ты? А вот сейчас вот вспомни, что я отвечала. Ну, видимо, я молчала. То есть принимала это? Да, я замалчивала. Я замалчивала. Я обижалась. Я думала, почему так происходит? То есть я внутри понимала, что это идёт полностью вразрез к тому, что я должна чувствовать в отношениях. Он меня обижал. Всё на хи-хи-ха-ха какое-то. Он пользовался тем, что у меня есть в любом случае положение в обществе. Он… Да блин, он даже ездил на моей машине. Охренеть. Да фу! Это пипец. Это ужасно. Это стыдно. Знаешь, вот даже за него как-то стыдно. Я прям ощутила. Да, это прям испанский стыд. Но вот говорят же, что когда тебе неудобно за другого человека, что он делает плохо. И, девочки, если вы смотрите это интервью, если вы видите, что за счёт вас реализовываются, если вас гнобят, если вас унижают, если делают всё, что вы внутри не хотите слышать и видеть, бегите, вы себя никогда не обманывайте. Это не говорит о том, что он такой козёл, а я такая вся бедная, несчастная, и вот я страдала в отношениях, бла-бла-бла. Понятно, что мы друг другу даны были для какого-то опыта. Но так пользоваться человеком нельзя. То есть так позволять пользоваться собой нельзя. Должны быть границы допустимого. Всё, чувак, ты больше вот сюда, на эту территорию, не вступаешь. Моё тело – моё дело. Не нравится – пошёл к другой бабе. То есть был такой трэш однажды. Господи, мы только начинали встречаться. И я позволила себе, чтобы меня так унизили. Короче, мы сели, я помню, к нему в машину. У меня даже муж не знает ничего об этом. Ну ладно, короче. Мы сели к нему в машину. Поехали кататься по вечерней Казани. У нас типа такое свидание. И мы приезжаем, по-моему, там какой-то был авиастроительный район. До свидания в авиастроительном районе, прости? Я не знаю. Не спрашивай меня. Вообще меня не спрашивай, почему это происходило. Авиастроительный район. Мы подъезжаем к каким-то хрущёвкам. Он глушит машину. Я говорю, а что, куда мы приехали? И он говорит, ну я сейчас вот к там какой-то девушке схожу, поздороваюсь. Что? Он выходит из машины. Я дожидаюсь, что он заходит за домом. Я выхожу из машины и иду пешком по дороге. Почему? В смысле, у нас свидание и он приехал к другой бабе поздороваться. То есть мой внутренний инстинкт, мое самоуважение сработало в правильном русле. Я встала и ушла. Не надо было больше никогда в жизни садиться снова в машину к этому человеку. Это была самая фатальная ошибка в моей жизни. Ну, как бы не самая, но окей. В отношениях с этим человеком. Ну, то есть он же увидел, что ага, с ней так можно. Да. Продолжим дальше, только в ещё улучшенном варианте. Сделаем ещё больнее. А вот на проекте начался полный трэш. Когда мне выносили мозг по любому поводу. То есть ты в стрессовой и так ситуации, потому что это борьба в любом случае. Да. И учитывая, что ты говорила до этого, что у тебя были сложности с тем, чтобы поверить в себя. Тебе было сложно выйти на сцену. Да. Вообще, в принципе, в какой-то момент ты ещё себе что-то доказывал. То есть тут ещё он что-то в параллель. Что он делал? О, боже мой. Требу внимания. Я помню, что он меня донимал постоянно звонками и подозрениями. То есть для меня это самое большое унижение. Если мне не доверяют, почему вообще рядом этот человек находится? Да. Я думаю, то есть чувство несправедливости во мне бушевало и говорило, так не должно быть. я фигачу с утра до ночи на проекте. Я репетирую. Я не могу даже сходить поесть. Я не могу сходить в туалет. Я защищаю не только свою честь как музыканты. Я пробую свои силы. На меня смотрит вся страна. И ты, козёл, так со мной обращаешься. Вместо того, чтобы оберегать меня, поддержать меня. Вместо того, чтобы даже в какой-то момент меня не трогать. И знаешь, что самое было интересное? Я потом уже хотела просто не приезжать, потому что мне было так хорошо, когда этого человека физически нет рядом. Звоночек, да? Да такой звоночек, что звонарь просто рядом со мной стоит и долбит в этот колокол. Алло! Алло! Уходи! Уходи! И я такая, нет-нет, пожалуйста, можно ещё громче? Сделайте мне больно! Сделайте! Мне надо убедиться. Короче, и это ещё вся канитель была ещё весь 2013 год. То есть сколько времени ты с ним простричала? Сколько вы были в отношениях? Да туртом три года. Я помню, что в мой день рождения, 25 января, я пригласила всех в заведение, в ресторан. У меня собрались друзья, знакомые. Я помню, что в этот день у меня был концерт с оркестром. Естественно, родители приехали. Мой педагог по вокалу, первый педагог по вокалу с музыкальной школы. Как моя мама его не убила в этот день, я не знаю. А что произошло? Он себя вёл отвратительно. Он вёл себя отвратительно так, что он король жизни, что он сделал меня такой, что благодаря ему я вышла в финал телепроекта. Нахал. Да… Короче, вот он, он, он. На пьедестале в мой день рождения… И вообще праздник через него. Да, это всё он. И это, конечно, было непозволительно. И да, и в этот момент, конечно же, я поняла, что так больше продолжаться не может. Я струсила. Я не смогла сразу же сказать, что извини, чувак, но нам с тобой не по пути больше. И до сих пор меня считают, естественно, предательницей, что я нож в спину ему воткнула, такая я тварюга. Нормально себя веди, нормально будет. Я очень долго и болезненно выходила из этих отношений. И эти отношения… Этот человек тоже русской национальности. И поэтому моя мама, видя, сколько боли мне причинила, естественно, не смогла сразу принять моего мужа. Поэтому, когда мы с ним завязали отношения, у нас с мамой началась холодная война, как это я обрисовывала. Ты уже про Евгения? Да. Я говорю про мужа. Холодная война с кем? С мамой. У тебя? Или у него? Нет. Моя холодная война с моей мамой. Потому что непринятие Жени было на почве того, что предыдущие мои отношения были очень болезненные. Соответственно, мама тоже меня защищала. И, естественно, ее правило с самого детства, что должен быть человек все-таки твоей религии, твоей ментальности, национальности и так далее. Это, безусловно, очень важно. Очень важно. Но, когда нет основного составляющего всей жизни любви, хоть будь вы одной религии, будь вы одной национальности, одного социального статуса, вообще всего-всего, у вас будет все это в комплексе похоже. Но, если нет любви и уважения, ну ничего не сможете вы сделать. Вы будете причинять, то есть вы не застрахованы от того, что вы не будете причинять друг другу боль. Опять-таки, к вопросу от того, что нелюбовь порождает только нелюбовь. Человек, который умеет любить, который любит и любящий, он может отдавать любовь. Он элементарно транслирует любовь. Он не хочет делать больно своему любимому человеку. Он жалеет его. Не в смысле, что «ты мой бедный несчастный». Он оберегает. Все переживает. Сочувствует. Конечно. Он поддерживает. То есть, желание сделать своему любимому человеку хорошо – это в порядке вещей. И никто за счет другого не реализовывается. Потому что есть любовь и уважение. Я безмерно благодарна Вселенной, Всевышнему, всем-всем-всем-всем-всем-всем там наверху и здесь, что я счастливая женщина. В самом начале наших отношений я ему сказала о том, что тебя не принимают. Я рассказала маме. Естественно, я поделилась с ней о том, что я капитально влюбилась. И мне очень хотелось, чтобы они познакомились. Но мама была очень сильно против. И видя, как он меня любит, как для него это важно, и та фраза его первая, когда я сказала, что тебя не принимают, он мне сказал, что типа «Ха! В смысле? Я такой офигенный чувак! Меня никто не видел! Ни твоя мама, ни папа! Какого фига они меня не принимают!» То есть он же мог обидеться элементарно. И ведь это правда. Его никто вживую не видел. С ним никто не разговаривал. Ни по телефону, ни по интернету, ни по видеосвязи. Никак. А его уже на… Заранее. Да, заранее его уже не приняли. Заранее его уже не любят. И представляешь, какая мудрость в человеке. Я сижу в машине, реву и говорю, тебя не принимают, у нас проблемы. Он говорит, тебя же родители любят. Они не пожелают тебе никогда плохого. Давай дадим им время. Я офигела. Это выдержка такая у мужчины. Ты представляешь? Это какая-то внутренняя мудрость. Мудрость. Природная мудрость. И любовь к тебе, кстати. Здесь обо всём. Да, конечно. Здесь обо всём говорит любовь к тебе. То есть он не о себе, а не о своих каких-то чувствах, которые могли его действительно задеть. Только его… Я уверена, что его задело. Я говорю о том, что он вообще абсолютно не сделал на этом акцент. А сделал акцент только на том, что родители любят тебя, не настраивать их против… то есть тебя против них. Да. Он совершенно по-другому видел эту ситуацию и тебе преподнёс. Погоди, время всё расставит. Да. И вот этот год его непринятия, так скажем, да, моей семьёй, он сделал, конечно, колоссальное. Он пошёл обычным, простым путём. Он умеет любить, он умеет заботиться и он умеет делать подарки. Он просто начал высылать цветы. Кому? Кому? Маме. Мне кажется, маме вообще никто никогда не прислал цветы. Внимание для неё. Да, конечно. И так постепенно он… не то что он, а она начала чувствовать, видеть… у мамы очень хорошая интуиция. Понятно, что эмоции и жизненный опыт, как я это называю, жоп, он очень много как бы… ну шоры, да, на глазах. Угу. Но мама очень нас любит с братом. Она ради ребёнка сделает всё. И она очень хотела, чтобы я была счастлива. И тот момент, когда у нас было с ней полнейшее непонимание, потому что она видела свои правила моей счастливой жизни. А я жила по-другому. У нас вечные происходили напряжения. Ей было очень плохо и было очень плохо мне. И я помню, что я ей очень благодарна. Она попросила у меня помощи и сказала, что она одна не справится, что ей нужна консультация с психологом. Консультация специалистов, да? Ты понимаешь, это то поколение мам и пап, когда это не то, чтобы не в тренде. Даже сейчас многие считают, что это унизительно, да, прийти к психологу и рассказать свои проблемы. Что у меня, типа, друзей нет? Ну почему-то, когда болит зуб, мы идём к стоматологу, мы не идём к другу лечить зубы. Тут тоже самое. Проблемы, точнее, задачи, которые мы должны пройти у определённого специалиста, мы должны идти к специалисту, к профессионалу. Моя мама просто гигантская умница, молодец. И она брала консультацию, то есть мы шли вместе с ней в любом случае к гармонии и к взаимопониманию. Только потому что мама умеет любить. Да, ей сложно. Ей очень сложно было справиться. Но то, какую работу она провела над собой, мне кажется, не каждая мама может провести. Вот именно нашего поколения, поколение наших мам. Потому что они всегда сами знают. А что люди скажут? Обязательно. А вот ты не закончил там институт. Ах ты лоботряс. Музыка. Ой, ну что это за профессия такая? Ну кто тебя будет кормить? Иди в инженера. То есть делай всё, что угодно, но не живи своей жизнью. Ты должен жить жизнью предыдущих поколений. А свою жизнь не должен жить. Я очень благодарна маме, что она позволила не только мне, но и самой себе научиться жить для себя. Потому что в какой-то момент пришло время отпускать птенцов. Она дала нам всё абсолютно. И любовь, и уважение, и заботу, и образование, и поддержку. И вот это умение любить, даже в самых страшных трешовых условиях, оно позволило нам прийти вот к этой гармонии. И сейчас я могу сказать с гордостью и с честью, что я самая счастливая. И дочь, и жена, и как творческая единица. Я наконец-то нахожусь в полной гармонии. Понятно, что внутренние процессы идут, я с чем-то справляюсь, я с чем-то сталкиваюсь, у меня не розовые там единороги летают дома, и я живу как принцесса. Но то, что я счастливый человек, это однозначно. Маман, мне синьера там очень сильно. Мамочка, я тебя люблю, я перевела. Да, мне кажется, люди так поняли. Он, тот, кто он есть на самом деле, он никогда из себя ничего не строит. И вот первое знакомство, когда было, он принес охапку тюльпанов, всучает ей и говорит, я так волнуюсь, как школьник перед своей первой учительницей. И все. Я думаю, откуда ты знаешь, что сказать? Он не готовится, он говорит то, что он чувствует. И все. Мне он иногда прямо бесит. Я говорю, я поправилась. Он говорит, нет, все отлично, прекрасная фигура. Но когда я худею, он говорит, слушай, как хорошо. Я говорю, ах ты. То есть ты мне не сказал, что я поправилась. Он говорит, а ее я не заметила. А то, что он меня впихивает в платье и не может застегнуть, это как бы нормально. Мне это знакомо, я прошла беременность со своим мужем. А я не беременна еще, но он все равно впихивает меня в платье, в которое я нормально входила. Ну вот так. Ну я самая красивая. Естественно. Я самая лучшая. Вот. Ты знаешь, когда ты говоришь о нем, у тебя глаза горят, у тебя совершенно другое. Вот ты вот все, ты волосы туда-сюда. Поговорим о нем еще. Какой он? Ой. Господи. Разглывайся. Он то, что надо. Для меня. Во-первых, это полностью внешний мой типаж. Если говорить о физических каких-то, да, моментах. То есть какой он? Он очень спортивный. Ха-ха-ха-ха. Короче, у него прекрасное тело. У него прекрасное чувство юмора, которое, конечно же, говорит о том, что у него эрудиция, интеллект. Мне кажется, что премию за мистер тактичность вселенной нужно дать ему. В нем настолько вот это чувство меры есть. Я не знаю, откуда оно. Мне кажется, это либо опыт прошлых его жизней, по-другому я никак не скажу. У него прекрасные родители. Он очень интеллигентный. Он супер творческий. Если говорить о том, что там я творческая и он, то вот это просто апогей творчества. Потому что он и пишет стихи, он и пишет музыку, он и танцует, он и поет, он и играет на различных инструментах, он делает шерсти игрушки, он лепит из пластилина лица, он очень круто рисует. И говорить о том, он очень круто фотографирует. Моя афиша, которую мы сделали для осеннего тура моего концертного, сделана его руками. Он нигде не учился. Понятно, что сейчас он видит, что он нигде не учился в плане фотографий, я имею в виду. Он настолько умеет видеть красоту, даже в самом, наверное, странном обличии или там в виде человека, он видит красоту. И это же уникально. Он знает, когда нужно помолчать. Он, конечно, у меня супер темпераментный. То есть сказать, что он такой, он не белый и пушистый, ни в коем случае. Он разный. То есть он и кулаком может просто хлопнуть, сказать нет. Нет. Будет вот так. Потому что вот так, вот так, вот так. Я попробовала его один раз привиновать. Зачем я это сделала? Типичная бабская штука. Это, знаете, в книгах написано, типа, проверьте своего мужчину, как он реагирует на ревность. На хрена это делать? Да если он тебя не любит, он тебя не любит. И если ты хочешь создать имитацию там ревности, ну вот я создала по-книжному. Хм. Это было вот так. Ну то есть это как? Мам-мам-мам-мам. Он со мной чуть ли не шепотом разговаривал. А он мне говорит, он сел на диван. «А, неужели я все, что делаю, может рассыпаться вот об эти мимолетные, секундные эмоции твои? Неужели все, что я для тебя делаю, ничего для тебя не значит?» Я такая, чего? Мне стало так стыдно. И ведь он прав. Он не кричал, не говорил, какого фига ты, чего ты там несешь? Давай разберемся, давай посидим, поговорим. Внука дала телефон свой тоже. Ничего подобного. Мой телефон лежит, его телефон лежит. Мне не то, чтобы не интересно, что происходит в его телефоне. Мне интересен он и его жизнь. И я полностью ему доверяю. И он полностью мне доверяет. Я узнала, что он меня ревнует. Но это была тоже интересная ситуация. Короче, 2013 год. В 2013 году я выступаю на Московском кинофестивале. И туда прилетает звездным гостем Брэд Питт. О боже. О боже. Это был просто капец. Как это было круто. Я вот даже сейчас. Я это просто был вообще. Ааа, Брэд Питт прилетел в Москву. И я еще пою на одной сцене, где он стоит. Ты понимаешь? Мы с Женей не были знакомы. И вот я, значит, ему рассказываю о том, что какая колоссальная разница между нашими артистами, между нашими звездами и действительно звездами мировой величины. Потому что та энергия, которая шла от Брэда Питта, ее просто не передать словами, потому что меня колбасит до сих пор, когда я об этом вспоминаю. Это просто какая-то супер волна океана вселенной. То есть, погоди, ты с ним разговаривала? Да не разговаривала я с Брэдом Питтом. Если бы я хотя бы сказала ему hello, я бы сразу ушла бы в аут. Я просто видела его на сцене, как он говорит слова приветствия кинофестивалю и вот эти вот еще длинные волосы. Вот, короче говоря, это было прекрасно. И я рассказываю в красках ему о том, что вот была такая встреча. Ему кому? Жене, Жене, ему же рассказываю. А, Господи. Да, Жене рассказываю о том, что я видела Брэда Питта на московском кинофестивале. Все вот эти вот эмоции. Я смотрю, закипел, он изменился в лице. Я говорю, что случилось? Он говорит тебе, а почему ты о нем так говоришь? Я думаю, нифига себе. То есть это был момент ревности. И я тогда подумала, ничего себе у тебя планка какая. Как бы он наравне с Брэдом Питтом. Why not? Понимаешь, да? Он меня не к Васе Пупкину ревнует какому-то, да, который пишет и строчит, что вы такая классная, пойдемте в кафе. Он меня ревнует к Брэду Питту. И у нас есть три человека, которым он меня ревнует. Кто? Брэд Питт, Том Харди и Константин Хабецкий. О, Боже. Слушай, ну ты достаточно часто, ну в смысле в интервью можно найти информацию, что ты свободолюбивый человек. Да. Он тебе дает это пространство? Абсолютно. Как и я ему. Потому что и для него, и для меня это архиважно. Если у нас не будет личного пространства, совместного пространства у нас быть не может. Мы как можем и поболтать, целые сутки можем болтать о чем угодно. Так и можем молчать, и нам будет хорошо от этого. И никто не будет испытывать неловкость. Просто хорошо. И не надо заколебывать друг друга тем, что обрати на меня внимание, обрати на меня внимание. Я приготовлю там, не знаю, ужин. Он придет уставший. Я не буду как мамочка приходить и к нему говорить. Может ты покушаешь? Я там приготовила. А ты не хочешь мою еду? Все, значит ты меня не любишь. Я тут такая бедная, несчастная, готовила для любимого человека. А он не принимает мою пищу. Да он устал. Дайте человеку отдохнуть. Отдохнет, придет, поест. Он что, маленький ребенок? Нет. То есть сейчас нормальные взрослые отношения. Никто никому не нянька. Он для меня не папа, он не замена папы ни в коем случае. Он не замена брата, он не замена мне ребенку. Он на своем месте. Я на своем. Он твой мужчина, а ты его женщина. Да. А в период пандемии как вот сложились ваши отношения? Ну, если говорить о том, что вы любите свободу, вы два творческих человека. Ой, ты знаешь, для нас это было самым прекрасным временем. Абсолютно я была спокойна. В плане, я имею в виду, в семье, да. И трешовой ситуации, что у нас нет работы. Что мы спокойно и с удовольствием проводили время вместе. Он занимался тем, что он изучал там программы какие-то музыкальные. Я там то сидела, читала, то там смотрела какие-то фильмы. Потом я начала и преподавать, да. То есть я как педагог по вокалу начала онлайн заниматься. То есть каждый занимался своим делом, занимался собой. Он развивался. Почему мне еще жутко интересно в этих отношениях? Потому что мне всегда с ним интересно. Он каждый раз мне говорит какую-то новую информацию. Он не заумный. Он просто очень интересующийся человек. Он очень любит жизнь. Он любит учиться. Он любит делиться. И поэтому нет такого, что человек остановился в развитии. Ну как бы ты же должен все равно ощущать это чувство восхищения, восторга. Потому что для меня это как для творческого человека очень важно. Давай поговорим о творчестве. Это яркая составляющая твоей жизни. Вот с самого, наверное, осознанного возраста по сегодняшний день. Давай вернемся и окунемся. В этой деятельности. Музыка, да, это моя жизнь. Это я. И я очень рада, что я нашла свое место в жизни. Что я иду по своему пути. По своему призванию. И, наверное, не просто так я говорилась, да, о признании. Все это очень рядышком. Призвание и признание. И что я являюсь вот этим проводником. Через голос какой-то вселенской информации. Что вот есть врачи, которые могут лечить людей, да, там, физически. А мне удостоена такая честь лечить людей, их души. Мне так кажется. Потому что было очень много моментов, когда я хотела свернуть с пути. Ну, один из, да, когда меня не взяли в училище. Угу. Потом очень жесткие были у меня взаимоотношения, непринятие меня в консерватории. То есть постоянная борьба. Потом вот у меня наступил момент. В 30 лет как раз вот с папой случилась эта история. По работе у меня было очень жуткое, ну, непредательство. То есть со стороны организационных моментов моей помощницы, да. Я испытала сложные моменты, когда я поняла, что а я одна. Ну, глобально, если я не буду петь, ничего не изменится, никто не умрет. Думаю, зачем это? Ну и куда это? И я очень рада, что в моей жизни приходят люди, которые говорят мне необходимые мне слова. И в тот момент как раз мне сказали, что если я перестану петь, то это будет расточительством с моей точки зрения. Точнее, это будет расточительством с моей стороны. И это то, что как бы физически принадлежит мне голос, но даровано это мне не просто так. И я все-таки должна выполнять свою миссию. И вот здесь я могу сказать, что да, я должна. То есть если в каких-то моментах я отодвигаю это слово долго, то здесь я понимаю, что я должна это сделать. И я счастлива, что особенно в пандемию, в самый кризисный момент, да, для всех практически людей этого мира, я не могу сказать, что кто-то пострадал меньше, кто-то больше, но говорят, что в кризисные моменты все обостряется. То есть все процессы, которые шли, они просто обострились. И в 2020 году, получается, песня, которую мы записали с моим ближайшим другом Эльмиром Низамовым, он композитор. Песня называется «Эмэтьюлдезо» – «Звезда надежды». 2020 год просто гремел этой песней. Не только для меня, но и для моих постоянных слушателей, моих друзей творчества, я так их называю, и у меня появилась новая плеяда моих друзей творчества от самых маленьких до самых больших взрослых. Вот, и я рада, что я не отказалась в какой-то момент от своей национальной идентичности, я всегда этим гордилась. Я всегда любила, что это вот моя особенность. Как Женя говорит, ты моя экзотика. То есть я татарка. И я безмерно счастлива, что я настолько кайфую в татарской музыке, что вот это я, это мое, это мой генетический код, который позволяет мне расширять границы не только мои, но и помогать людям. Люди, которые не знают татарского языка, других национальностей, начинают учить татарский язык благодаря тому, что им нравится эта песня. Чтобы понимать. И чтобы понимать, да. И понятно, они механически сначала просто учат, но это представить только, там, человек русский, да, он не знает татарского языка. Ну ты вообще уникальная женщина, ты говоришь вообще без акцента. Но люди, которые из других городов, которые не живут в Татарстане, вдруг начинают петь на татарском языке. Это же, это же очень круто. Я на самом деле поняла, что даже не отдаю себе отчета в том, какой глобальный вообще процесс проходит через меня. И как я ответственна за то, что я несу в этот мир. Для меня это очень важно. Ты знаешь, история этой песни, она очень тоже интересная и глубокая. И где-то, как будто бы случайно, но на самом деле ничего случайного не происходит. И я об этой песне узнала тоже, конечно, от тебя. Естественно, когда я узнала, что эта песня была создана для фильма, Зулиха открывает глаза. То есть вот все настолько символично, все с Татарстана, все родом оттуда. Я, будучи в Сочи, слушаю эту песню. Мы еще на тот момент не знакомы лично, но общаемся уже. О, у меня мурашки похожие идут. Да. У меня всего в плейлисте, по-моему, три песни. Я тебе вчера говорила, что у меня три песни татарских, и вот одна из них твоя. Расскажи, пожалуйста, эту историю, как она создавалась, и как вообще ты ее спела для этого сериала «Зулиха открывает глаза». История, правда, она просто какая-то космическая, авантюрная, потому что Эльмир, несмотря на то, что это мой ближайший друг, и он композитор, и он большой профессионал, я ему, правда, очень доверяю. И в один момент я пришла к нему в консерваторию, он как раз после каких-то пар был, неважно, я пришла в консул, мы репетировали что-то, и он говорит, слушай, а ты не можешь напеть вот эту вот мелодию, я тебе сейчас сыграю, есть вот такие-то слова. Я даже не спросила, для чего. Я говорю, давай, хорошо. Доверие. Да. Он говорит, мы сейчас запишем, если получится, я тебе потом скажу. Ну ладно, хорошо. И вот он, значит, мне дает слова, наигрывает мелодию, она мне нравится, а я дома жадная, я у него все песни, которые мне нравятся, я хоп, мое, хоп, мое. Я не хочу упустить момента. Потому что для творческой личности, в особенности для певицы, это очень большая удача найти своего композитора. Потому что, мы чуть-чуть уходим в другую сторону, да, проблематика певцов сейчас не в том, что у них нет голосов, а в том, что найти свой репертуар, это очень сложно, найти свое лицо. Потому что певец, это прежде всего песня. И для меня песня Эммет Йолдезе явилась той знаковой, которая не просто после проекта «Голос» сказала, что есть певица Эльмира Калимулина из Татарстана, а что Эльмира Калимулина равно Эммет Йолдезе. Это колоссальное счастье, это колоссальная удача. И когда мы записали с ним демо-версию, получается, то есть он играл на рояле, я спела, мы на диктофон записали, буквально куплет-припев, и он отправил. Ну отправил, отправил. Через какое-то время он мне говорит, слушай, «Ты читала книгу «Зулиха открывает глаза»?» Я говорю, «Конечно». Он говорит, «Ну, возможно, песню возьмут в сериал». Я говорю, «Ты серьезно?» Он говорит, «Давай подождем, нам нужно одобрение продюсерского центра, который занимался как раз продакшеном и выпуском «Зулихи».» Я говорю, «Хорошо». И тут в один день он мне звонит, я в Москве, он в Казани, время 17.00. Он мне говорит, «Что ты сейчас делаешь?» Я говорю, «В торговом центре». Он говорит, «Нам завтра в 10 часов дня нужно продюсеру показать песню готовую». Я говорю, «Ты шутишь?» «Ты время видел?» «Какие завтра в 10 часов?» То есть, чтобы зритель понимал механизм работы песни, нужно написать аранжировку. Нужно найти человека, который напишет основу, то есть он сделает мелодию, то есть аккомпанемент, грубо говоря. Я должна приехать в студию, я должна спеть, и не просто напеть, как я на диктофоне, а нормально, чтобы взяли песню, чтобы она понравилась, чтобы ее прочувствовать. Ее должны потом свести, почистить, отмастерить, привести это в должный вид и отправить. То есть, это большой процесс механический. Он говорит, «Ты готова?» Я говорю, «Да». Но ты в Москве. У нас вообще ничего нет. У нас нет ничего. От слова «совсем». Он звонит аранжировщику Кириллу Шарафудинову. Спасибо ему огромное. Он наш, такая палочковая ручалочка. Ну, мы вообще сумасшедшие. Мы записали две песни к этому сериалу. Он говорит, «Слушай, может еще вот это попробуем?» Я тоже специально написал. Там слова тоже очень подходят. Я говорю, «Ну, ладно, хорошо, присылай ноты». Мы записываем демо-версию. То есть, это полторы минуты музыки одной песни, полторы минуты другой. Я в ночи практически приезжаю, не практически, я в ночи приезжаю на студию, домашнюю студию. К этому времени, к десяти часам вечера, Кирилл уже сделал две минусовки, две аранжировки. Полноценные. Не просто там синтезатор, улю-ля-ля, а прямо хорошие, качественные. Я записываю голос, две песни готовы. В два часа ночи уже две песни демо-версии готовы. И Эльмир, он, конечно, хулиган. Он такой говорит, «Так, я в три часа ночи никому отправлять письмо не буду. Пусть не думают, что мы, типа, такие, быстрей, 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 пожалуйста, возьмите нас, возьмите нас». Ну, возьмите меня, да. Он в десять часов, ой, в девять часов, по-моему, утра отправляет на рабочую почту две песни. Он говорит, пусть увидит, как мы хорошо работаем. Ну, мы правда хорошо работаем. И что мы готовы, и что мы хотим. Мы отправляем. И выбирают Эммет Йелдесу «Звезда надежды». Вот у нее… Ой, я ей говорю, у меня прям морожки по коже. Ну, я представляю. Это было просто, мне кажется, одним из самых счастливых моментов. А когда вы это об этом узнали? Прошло совещание, через несколько дней нам дали ответ, что ее берут. Но мы не знали, куда ее вставят. Ну, то есть, может быть, в какую-то серию. Может быть, она, знаешь, там прозвучит 15 секунд, и никто об этом толком-то и не узнает. Ну, как бы, музыка к кинофильму, либо к сериалу – это тоже большой труд для того, чтобы написать. Потому что нужно знать произведение, да. Нужно знать динамику. Вообще, море всяких нюансов. И нам сказали, что одобрили. А как и где это будет, в какой серии – нам не сказали. То есть, мы, можно сказать, узнали накануне выхода Зулихи. И это был как раз разгар пандемии. И последняя серия, когда идут кадры татар, которых раскулачили, которых переселили. Вот эти архивные съемки. И идет вот эта… Ой, опять я в мурашках. Идет эта песня. Наша песня. Слова написал Ренат Харис. Они очень простые. Но в этой простоте очень глубина. И драматическая, и в то же время вдохновляющая. Если переводить там… Жилляр Исе суларыга. То есть, дуют ветра, ручьи бегут, рассвет сменяется луной. Там, в уголке вселенной, свет разливается звездой. Музыка. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И эта песня явилась звездой надежды не только для этого фильма, не только для меня, но и огромное количество людей писали и пишут, что она оказывает какое-то терапевтическое действие, что она многих вытащила из депрессии. И я, когда записывала ее уже на чистовом варианте, когда мы записали уже струнный квартет, то есть с живыми музыкантами, я, мне кажется, вообще никогда так не волновалась. Может быть, это, конечно, было какое-то предчувствие того, что сейчас происходит какая-то история. Это же удивительно, на всю страну прозвучала татарская песня, новая татарская песня. Почему я делала на этом акцент? Потому что народные песни многие знают. То есть калинкой-малинкой никого не удивишь. А вот очаровать и завладеть сердцем и душой зрителя новым – это фантастически сложно. Но звезда надежды получилась именно такой. И я же говорю, что дети поют. Они не слушают такую музыку сейчас вообще. Другие правила, другая вообще формация людей, музыки. Но вот это вот настоящее, то, что я не отказалась, никогда не отказывалась от того, что я татарка, что это мои корни, это моя природа, это я. Вот татарская музыка – это я. Моя татарская музыка – это я. Ты знаешь, ты до этого, когда мы общались, ты мне сказала такие слова, как «чтобы спеть там, где есть драма, там, где есть переживания, нужно самой внутри прожить подобный опыт, чтобы спеть это действительно с душой». Вот расскажи об этом. Повлиял ли это твой опыт на исполнение этой песни? Безусловно, сто процентов. Мне кажется, если бы возможно, я так могу фантазировать, что то, что было в моей жизни, вот эти переживания, слезы, боль и радость, конечно же, это все смогло отразиться вот в этой простой музыке, в этих простых, но глубоких словах. И, возможно, я должна была наполниться всем этим для того, чтобы смочь перенести это, вот на эту музыку, на эти слова. Потому что в этом очень сильная связь поколений. У нас сейчас все оторвано. Видишь, никто друг другу практически не нужен в современном мире. Я имею в виду, что у всех есть гаджеты, которые заменяют общение живое. И тут получается, понятно, что музыка – это особенная субстанция, я бы это так назвала, для всех. Когда нам грустно, мы слушаем музыку. Когда нам хорошо, мы слушаем музыку. Когда мы просто готовим еду, мы тоже слушаем музыку. То есть все абсолютно нас окружает музыкой. То есть музыка нас окружает. Музыка нам помогает. И вот это и мне дало надежду. И является для меня символом того, что не только я иду по своему пути, и что я на своем месте, что я просто счастливый человек. И спасибо абсолютно всему, что происходило в моей жизни. Может быть, только ради этого стоило жить и пережить все, что переживала я. Я иногда саживаю самолет и думаю, конечно, может, сумасшедшие какие-то мысли, думаю. Но вот уже ради того, что есть эта песня, стоило жить. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас в самолет упадет. Ну, ладно, мы не будем об этом говорить. Просто к тому, что ради этого стоило и стоит жить. А самые знаковые события в твоей профессии, какие они были? Ну, для меня это, конечно, как я люблю говорить, это сумма факторов. Во-первых, то, что я все-таки пришла в музыкальную школу. Мое первое выступление в 6 лет. Там мне как бы вселенная показала, что вот ты на своем месте. Это твое. Потом, трудность, это я не смогла поступить в училище. Потом я все-таки, не через училище, но я сразу же поступила в консерваторию. Мы об этом как бы не заговорили, но процесс был таким, что я поступила на подготовительное отделение вокального факультета в консерватории. И, конечно же, одним из самых знаковых моментов был телепроект «Голос», благодаря которому я смогла не только свой потенциал показать, но и это масштаб, как бы то ни было, федеральный канал. Но тебя смотрит вся страна, тем более первый проект, все в первый раз. Никто не знал, какие это будут рейтинги, никто не знал, какого масштаба это будет проект. Возможно, люди, которые, конечно же, купили франшизу, музыкальные редакторы Первого канала, предполагали, но никто и не думал, что это будет так. И когда я узнавала о том, что уходит моя бабушка, кстати, тоже знаково, что она, когда она уже была лежачая, не говорила, у нее вот была онкология, и она дождалась меня, дождалась информации, что я поступила в консерваторию. Ну, я сказала ей по телефону, что я поступила. Она мне ничего не ответила, но через пару часов мама позвонила, сказала, что она ушла. Мой дед мечтал о том, чтобы я училась в консерватории. Откуда у него это было? Ну, с чего он взял, что я должна учиться в консерватории? Его внучка. Ну, почему в консерватории? Он говорит, нет, нет, консерватория, Киряк, вот нужна консерватория, консерватория. Он тоже увидел, что я поступила, что я даже по тем моментам востребована, что я на своем месте. И через 9 месяцев после бабушки он ушел. То есть они все видели, что они были свидетелями того, что у меня происходило. И они очень гордились мной. И сейчас, да, 2020 год, я могу сказать, что был одним из самых знаковых моей профессий на данную минуту времени. Потому что помимо песни, которая выстрелила, и сериала, в декабре месяце у нас была премьера первого татарского мюзикла в оперном театре Республики Татарстан в Казани, где я играла главную роль. И это... Разве это не счастье? Это счастье, огромное счастье. Я нужна. Я люблю то, что я делаю. И то, что я делаю, приносит мне не только моральное, психологическое, эмоциональное удовлетворение. Это меня кормит. И это дает мне возможность дальше творить. Поэтому 2020 год я очень люблю. Он был прекрасный. А дальше еще лучше будет. Надеюсь. Ну, у тебя скоро и тур, о котором мы уже ранее говорили. Да. В ноябре месяце гастрольный тур с музыкантами. Мы тоже готовим новую программу. Я уже жду, не дождусь этих репетиций. Это большое счастье, конечно. Не без трудностей, не без сложности. Потому что, тем более, сейчас пандемия внесла свои коррективы, да, что, не знаю, у меня очень многие знакомые музыканты продали свои инструменты. Потому что им просто нечего было есть. Это был, как бы, инструмент того, что они зарабатывают деньги, они творят музыку, а у многих его просто не стало. Многие сменили профессию. Я благодарю Всевышнего, что у меня все хорошо. Класс. Это, наверное, первое интервью, где я очень мало что-то вставила и почти промолчала. Пардон, что я такая болтушка. Или нет. Ура! Я болтушка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...